Чтобы школьник вновь привык к учебному графику, психологи советуют прежде всего наладить режим дня. Полноценный отдых – это то, что нужно ребенку любого возраста, а первоклассникам особенно, так как малыши еще не привыкли к рабочему режиму и быстро утомляются. И правильное распределение времени на отдых и работу поможет им быстрее адаптироваться. И уже буквально через две недели ребенок поймет в определенное время, когда ему ложиться спать, когда ему вставать, и с хорошим учебным настроем, с положительными эмоциями придет в школу. В школе ребенок мобилизуется и быстро включается в рабочий процесс. А после уроков, помимо домашнего задания, ждут еще и различные секции, кружки, в которые его записали заботливые родители. По факту ребенок только устает от такой нагрузки, поэтому психологи советуют выбрать вместе с ребенком только одну секцию, посещать которую он будет с удовольствием. Что касается старших школьников, предстоящие экзамены заставляют нервничать учеников 9-11 классов уже с первых дней учебы. Им очень важна поддержка родителей и правильный настрой на занятия. Не нагнетайте обстановку и не вводите детей в инвроз. Для детей, да и для самих родителей, экзамены – это просто определенный период жизни. Да, он достаточно сложный, да, он достаточно ответственный, но это не мировая катастрофа. То, что для взрослого привычно, для ребенка может быть стрессом, с которым ему сложно справиться без поддержки. Внимательно наблюдайте за детьми, чтобы вовремя предотвратить всевозможные проблемы. Дать понять, что я тебя люблю, я тебя понимаю, но я хочу тебе помочь и облегчить твое существование, чтобы не было лишних ссор, конфликтов и так далее. В соблюдении простых правил, а главное – забота и внимание к ребенку в период адаптации к новому ритму жизни позволят быстрее включиться в учебный процесс и спокойнее пережить период перемен. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.